МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ехал, ехал и приехал. Как можно на нос тачку поставить? В Станице Денской после ДТП на обочине дороги появилась необычная инсталляция. Здравствуйте. Это факты происшествия. Прямо сейчас о том, какие криминальные и чрезвычайные события произошли в крае. В Краснодаре введен план перехват. В городе разыскивают преступников, которые сегодня днем открыли огонь по полицейским. Сотрудники ДПС остановили на марку. В ходе проверки документов водитель ударил автоинспектора, а затем из пистолета стал стрелять по другим стражам дорожного порядка. В итоге он ранил стажера полиции. Пули попали в область шеи и головы. В следственном комитете, который уже, к слову, возбудил уголовное дело, предполагает, что стрелял злоумышленник из травматического пистолета. Затем он сел в машину и сбежал. Началась погоня. В ходе преследования водитель еще несколько раз выстрелил по полицейским. Никто не пострадал. На улице Торбекова легковушка протаранила несколько машин. Но как только на марке остановилась, злоумышленник сбежал. Его сейчас ищут. Так же, как и одного из пассажиров легковушки. Еще одного пассажира удалось задержать. Подробности перестрелки и гонки преследования смотрите в «Фактах» в 19.30. А в Новокубанске полицейские, которые преследовали нарушителя, попали в автокатастрофу. Сотрудники ДПС на трассе заметили машину, уходящую от погони бойцов Росгвардии. Автоинспекторы тоже подключились к преследованию. Чтобы заблокировать движение водителю легковушки, патрульный автомобиль с мигалками обогнал его. Вместе с сотрудниками Росгвардии дорожные полицейские перекрыли путь нарушителя. Но тот пошел на таран. Обе машины вылетели с дороги и перевернулись. В результате ДТП сотрудники полиции, находящиеся в патрульном автомобиле, были доставлены в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести. Водитель «Тойоты» был задержан и доставлен в отдел полиции, где установили его личность. Им оказался 23-летний житель города Армавира. Выяснилось, что нарушитель взял машину у родственника и сел за руль, не имея водительских прав. На него составили два протокола, в том числе за неповиновение требованием сотрудников полиции. Молодому человеку грозит штраф, лишение прав на два года и 15 суток ареста. В Прикубанский суд Краснодара направлено дело о резонансном ДТП, в результате которого погиб один человек. На скамье подсудимых 17-летний подросток. По версии следствия, напомню, он находился за рулем элитного внедорожника. Два месяца назад на улице Дзержинского ленд-ровер сначала протаранил припаркованную газель, а затем врезался в группу рабочих, которые проводили ремонт дороги. В результате один из рабочих погиб, остальные попали в больницу с тяжелыми травмами. Как затем выяснит следствие, юноша сел за руль пьяным. Он проигнорировал знаки, которые были установлены на месте ремонта дороги, на скорости не справился с управлением и совершил ДТП. Следователи возбудили уголовное дело в отношении предполагаемого виновника по статье, которая предусматривает до 7 лет тюрьмы. Но после того, как адвокат обвиняемого подал ходатайство следователю, молодого человека могут освободить от уголовного наказания. Как пояснили в Краевом следственном комитете, это связано с тем, что подсудимый возместил весь материальный и моральный ущерб пострадавшим, и они не имеют претензий. Кроме того, юноша ранее не был судим, он полностью признал свою вину и раскаялся. Теперь ему грозит штраф. Какой определит суд? Массовая авария сегодня рано утром произошла в Северском районе. В результате столкновения одну из легковушек буквально раздавила. Она оказалась зажата между грузовиком и маршруткой. Как рассказали в Краевом полицейском главке, предполагаемым виновником ДТП стал водитель многотонника. Он догнал отечественное авто, которое стояло на светофоре. От удара легковушка покатилась вперед и врезалась в микроавтобус. По цепной реакции столкнулись еще две машины. В общей сложности пострадали пять автомобилей. Все они стояли на перекрестке и ждали, когда загорится зеленый сигнал светофора. Чудом в этом ДТП никто не погиб. Четыре человека были травмированы и доставлены в больницу. Среди них двое несовершеннолетних детей. Застыл в движении. ДТП, которое случилось на днях в станице Динской, заставило очевидцев гадать, как такое возможно. Легковушка исполнила пируэт и замерла, остановившись, так сказать, на носу. Ну или в позе березки. Кому как нравится. Ехал, ехал и приехал. Можно тут ходовку сразу закапиталить, там что, двигатель починить. Огонь. Да? Да, как можно на нос тачку поставить? Свидетели происшествия рассказывают, что перед тем, как на улице Коммунальной появилась такая инсталляция, водитель Жигули неудачно совершил обгон. Во время маневра он едва не столкнулся с мопедистом. Чтобы избежать удара, мужчина резко повернул вправо, машину занесло, она вылетела с дороги, перевернулась и застыла в вертикальном положении, врезавшись в старую иномарку. Водитель ваза не пострадал, он вылез из салона, выбив боковое стекло. Далее Валерия Шурко расскажет об авариях, которые произошли на улицах Краснодара. Утро у этих автолюбителей началось с ДТП. Хозяин кроссовера с красных партизан сворачивал на Герцена, и на повороте у него резко заглох двигатель. Пока водитель пытался завести машину, в него на скорости влетела автоледи. Авария произошла мгновенно, времени уйти от столкновения у женщины не было. К счастью, люди серьезно не пострадали, а делались только ушибами. А это дорожное происшествие произошло на Красной. Владелец паркетника грубо нарушил правила, он пытался проскочить перекресток на желтый сигнал светофора и спровоцировал аварию. В него врезался рулевой светлого седана. От мощного удара бампер и капот легковушки превратились в груду металла, осколки разлетелись в разные стороны. Чтобы разобраться в обстоятельствах, на место ЧП приехали автоинспекторы. Спешка подвела рулевого Лады на Калинина. Он в наглую поехал на запрещающий сигнал электронного регулировщика и получил вмятину на крыле от водителя иномарки. Владелец поврежденного авто был очень недоволен маневром нарушителя. Без словесной перепалки не обошлось. Вот что может получиться, если резко перестроиться перед грузовиком. Хозяин седана, видимо, забыл, что на дороге не один. Мужчина заехал на соседний ряд, подрезал газель и получил удар в задний бампер. Возможно, после этой ситуации водитель научится смотреть в боковые зеркала. Не смотрит по сторонам и рулевой отечественной легковушки. Он, похоже, забыл, что должен уступать дорогу и выехал перед потоком машин. Не был готов к такому повороту событий владелиц иномарки. Среагировать не успел и снес передний бампер нарушителю. Без автоинспекторов договориться участники ДТП не смогли. Без последствий закончить маневр не получилось и у этих водителей. Хозяин седана забыл, что у него помеха справа и поехал дальше. В итоге в него врезался владелец кроссовера, у которого был приоритет в движении. Впрочем, повреждения оказались несерьезными и мужчины освободили проезжую часть в течение пяти минут. Но некоторые дорожные происшествия заканчиваются настоящей войной. В Краснодаре, например, на улице Героев-разведчиков водитель сбитый накинулся на второго участника ДТП. Видео появилось в социальных сетях. На кадрах видно, как мужчина сначала пытается ударить своего оппонента, а затем битый решил подрихтовать его машину, которая и без того уже пострадала. У авто после столкновения оторвало бампер. Но самое неприятное то, что мужчина устроил разгром, да еще и с использованием нецензурной брани на глазах маленького ребенка, который ехал с ним в машине. Разбитое авто, это, конечно, обидно, но пользователи задались вопросом, зачем так себя вести, если страховка все равно покроет расходы на ремонт. Жаркая ночь выдалась у жителей одного из дворов по улице Валерия Гассия в Краснодаре. Там на глазах очевидцев сгорела машина. Уходите, уходите! Уходите, взорвется! Свидетели ЧП рассказывают, что владелец машины припарковался и зашел в подъезд. После этого раздался хлопок, и пламя стало вырываться из-под капота. На помощь прибежали соседи, они стали заливать огонь водой из ведра, но сразу потушить пожар не получилось, поэтому он успел расплавить детали рядом стоящего авто. Позже приехали сотрудники МЧС, им удалось полностью справиться с пламенем, пострадавших нет. По словам владельца машины, скорее всего, причиной ЧП стало замыкание в аккумуляторе. А в Новороссийске сегодня сотрудники МЧС тушили горящую квартиру. Очевидцы успели запечатлеть, как из окна на седьмом этаже вырывается пламя. Соседний с очагом изгорания комнаты объял черный дым, он закоптил и квартиру, которая располагается этажом выше. Жильцов дома пришлось эвакуировать. Через несколько минут на место приехали пожарные. Чтобы справиться с пламенем, им понадобилось около получаса. За это время огонь успел уничтожить 30 квадратных метров. Это примерная площадь однокомнатной квартиры в старом жилом фонде. Владельцы лишились имущества, но, к счастью, не пострадали. Что стало причиной пожара, в МЧС не уточнили. Сегодня в Краснодаре из-за угрозы взрыва пришлось эвакуировать жилой дом и детский сад. Это случилось на Красуно-набережной. По предварительным данным, в подвале одного из подъездов обнаружили гранаты. Тайник нашли рабочие, которые занимались ремонтом отопления. На место немедленно выехали оперативные службы города, в том числе полиция, кинологи, а также сотрудники Росгвардии. Людей вывели на улицу, эвакуировали малышей из частного детского сада напротив дома. Сказали взять документы. Мы взяли и вышли быстро. И сказали быстро, немедленно. Якобы гранаты нашли рабочие, которые чинят отопление. Старший по дому, я шла с работы, сказал, что в дом нельзя заходить, все эвакуированы. Спецслужбы работали на месте около двух часов. По официальным данным полиции, в подвале обнаружены бесхозные пакеты, которые не представляют опасности для людей. А вот местные жители уверены, что в их доме находились боеприпасы. 11 гранат и все новые. В рабочем ли состоянии этот арсенал неизвестно. На месте ЧП сегодня работали мои коллеги из Фактов. Они расскажут подробнее об этом инциденте. А я на этом с вами прощаюсь. Берегите себя и близких. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин